Здравствуйте, друзья! Сегодня эфир про День зимнего солнцестояния. Мы поговорим о том, почему он важнее, чем 31 декабря. Поговорим про главную ошибку, которую совершают все 31 декабря, загадывая желания. Поговорим о том, как правильно, когда правильно загадывать желания, делать карты желаний, ставить цели. И вообще в целом об этом периоде, который мы, как правило, вот когда у нас конец года, мы подводим какие-то итоги, ставим какие-то цели, пишем какие-то желания, какое-то волшебство вокруг витает. Но очень многое мы делаем несколько не в попад и несколько не в том состоянии и не в тех так называемых вибрациях. И сегодня мы с вами об этом поговорим. Я всегда стараюсь делать запись эфира, но это всегда зависит не от меня, а от Инстаграма. И тем более сейчас в Ретроградной Меркурии. Первое, что хочу сказать, что я по всем по вам безумно соскучилась. Я давно не проводила эфиры. И я прям, ну так, надо скорее провести эфир. Вот у нас прекрасный повод, День зимнего солнцестояния. И мы с вами об этом давайте поговорим. Я знаю, что многие из вас со мной не в первый раз встречают этот день. И более того, я всегда делаю акцент на четырех днях в году. Это два солнцестояния, летнее и зимнее. И два равноденствия, весеннее и осеннее. И у каждого из дней есть своя определенная энергия, свои определенные настроения. И вот мы сейчас с вами будем говорить именно про зимнее солнцестояние, которое у нас 22 декабря. Оно наступает в 6.30 примерно, 6.26, 6.27, 6.26 секундочками. По московскому времени. И в этот момент солнце будет переходить под управление Сатурна. Это всегда, это каждый год вблизи там 21-22 декабря. То есть когда-то это 21 декабря, когда-то это 22 декабря. Где-то это будет 21 декабря в каких-то городах, да, у кого-то. Я сейчас вам сказала, время московское. Но ведь есть и другие города, и это будет другое там время. И у кого-то даже другой день, это у кого-то будет 21 число. Ну, там, условно говоря, 23-30, да, примерно. И вот это вот речь про то, что когда мы говорим про смену зодиака, то же самое. Ну, то есть нет такого, что в один день во всем мире, как только там на часах полночь, наступает какой-то другой знак зодиака. Так и здесь, да, день зимнего солнцестояния, каждый год он наступает чуть в разное время, но всегда вблизи 21-22 декабря. То есть довольно редко так бывает, что он там зайдет на 23-е или там вдруг наступит 20-го. Но в среднем это 21-22, и обычно на каких-то картинках или в каких-то статьях, где не вдаются в подробности, вы найдете информацию, что только 21-го или только 22-го. И бывает мне люди пишут, а почему вы пишете, что 22-го, и 21-го, видимо, написано. Ребят, ну я высчитываю точно, да, дальше вы там можете прибавить, отнять для своего города, и вы увидите, когда оно у вас наступит. Но, по сути дела, для нас, для астрологов всегда есть точные расчеты, потому что у нас есть астропроцессор, в конце концов, естественно, мы всегда точно говорим. Так вот, этот день, он вообще издревле, просто тысячами лет людьми не просто там отмечался, потому что в нашем понятии отметить это, там, спиртное выпить, занизить вибрации, чего-то подобное сделать. А понимался людьми, что это очень важный день, и что это начало очень важного цикла, и люди вкладывали в него очень много намерения и энергии. И так как Солнце в этот день будет переходить под управление Сатурном, так как в этот день, вот у нас будет самая длинная ночь, самый короткий день, но после этого начнет свет прибавляться, и к марту у нас выровняется день и ночь, то есть сейчас вы уже, да, замечаете, что это, естественно, для нашего полушария актуально, для северного. Сейчас вы уже замечаете, что день укоротился, ну, то есть уже темнеет намного раньше, ночь уже длиннее, и вот 22 декабря будет самая длинная ночь и самый короткий день, но потом начнет прибавляться постепенно световой день, и к марту у нас выровняется, и в марте мы с вами будем встречать весеннее равноденствие, когда день и ночь равны, вот ровно, прям, да, и того, и другого. И символизм у этого дня, что мы проживаем темное такое, что мы проживаем некую потерянность, неспроста опять же вблизи Нового года все в суете, все потерянные немножко, но при этом впереди нечто, что будет наращивать свет, и, соответственно, мы можем сделать что-то, приложить то намерение, которое поможет нам вместе с нашими целями, с нашими желаниями, с нашими намерениями тоже расти этому свету. То есть вот у нас есть лунные циклы, все про них знают, ну, примерно, если вы читаете астролога, то вы знаете, что есть растущая луна, убывающая луна, все знают, ой, надо желание загадывать на растущую луну, вот там новолуние, сейчас будем писать желание, или ой, надо что-то выбрасывать на убывающую луну. Но есть еще солнечные циклы, и издревле вообще вот этот день зимнего солнцестояния, он являлся таким рождением солнца, и считается, что вообще во многих религиях рождение богов отмечали именно вблизи этого дня. Здесь стоит отметить, вы можете, я не буду душнить, и не буду сейчас как-то прям вдаваться в такие вот подробности, уже более такие, знаете, как школьные программы, но многие люди не задумываются, откуда у нас календарь, почему вот сейчас именно 15 декабря на календаре, а не какое-то другое, и как бы мы это воспринимаем как нечто, какую-то непреложную истину, что вот так было всегда. Но если вы вообще погуглите, я рекомендую вам почитать, если вдруг вы это как-то в школе пропустили, историю того, как возник календарь, вы увидите, что вообще люди раньше, не так уж это давно было, жил каждый по своему календарю, то есть вот так, чтобы какой-то один календарь для всех приняли, это случилось относительно не так давно, если учесть вот нашу вообще такую человеческую историю, которая как бы нам известна. Опять же, как бы здесь можно в скобочки взять, потому что история тоже переписывается, и очень многое умалчивается, перевирается и так далее. Но это тоже тема отдельного эфира, я сейчас уплыву немножко не туда. И календарь, который был принят вот всеми, что всё, теперь ориентируемся на этот календарь, он всё-таки не совсем, он рядом где-то с теми днями, которые важны и действительно нужны, но сдвинуто всё немного. То есть опять же, вот тот же Новый год, вот 31 декабря принято праздновать у всех, или 25 декабря ещё празднуют, да, католики в основном, ну или вообще там европейская часть и так далее. Но реальное празднование испокон веков, оно было не по календарю, который там где-то приняли все, а по небу. И когда солнце проходило вот ту самую точку зимнего солнцестояния, да, именно тогда и праздновали рождение вот света, то есть через тьму это проходит, и дальше идёт рост света. И, например, в христианской религии, да, считается, что там вблизи 25 декабря Иисус родился и так далее. То есть там опять же по-разному, в разной религии, не то что в разной религии, в разных конфессиях, это по-разному потом у этих вот 7 января, у этих 25 декабря, но вообще, по сути дела, оно произошло вблизи как раз таки вот 22-21 декабря. Во многих других религиях тоже есть божества важные, даты рождения, которых как бы празднуют, так скажем, да, потому что никто, естественно, там точно не знает, тысячи-тысячи лет назад это было вблизи зимнего солнцестояния. Но если мы углубимся в изучение религии, а не будем сидеть и доказывать, как фанатики, какая религия правильная, мы увидим, что в каждой религии есть соответствие главного божества, солнцу. Я всегда об этом рассказываю, объясняю, но религия такая тема, где очень много искажений и где люди, ну, их очень сильно триггерит. Но в любом случае, в абсолютно любой религии божество, которое самое главное, оно так или иначе имеет параллели с солнцем. И всё изначально пошло от солнца. И просто потом вот этой энергии люди поклонялись солнцу, но потом этой энергии начали придавать человеческие черты, потому что человеку легче поклоняться божеству, у которого есть какие-то человеческие, ну, схожие с ним черты, что он так же может, может быть, говорить или как-то выглядеть по-особенному. Где-то это мужчина, где-то это женщины делали. Опять же, далее это уже люди использовали этот инструмент для управления массами. Всё-таки, в большей степени. Это не говорит о том, что Бога нет, ни в коем случае. Нет, есть нечто, что выше нас, мудрее нас. И часть чего, частью чего мы являемся. Но когда люди начали разделять уже на разные религии и на разные божества, это уже они туда привнесли. И каждый с разной целью создал этот самый эгрегор. Давайте не будем сильно на это уходить. Да. Ну, какая разница? Понятно, что 25 декабря в любом случае отмечают. Вы поняли, о чём я говорю. Я же вам потом пояснила, что в любом случае это необходимо отмечать ближе к 22-21 декабря. Я это говорила к тому, что у нас есть определённые праздники, к которым мы привыкли, нам кажется, вот так правильно. Человек, который отмечает 7 января Рождество, он считает, что 25 декабря все там неправильно отмечают. Те, кто 25 декабря отмечает Рождество, они считают, что 7 января неправильно. И причём на 25 декабря там они все-всё наряжают уже, как вот какое-то такое. И всё это вместе перепутано, что там и ёлки, и фонарики, и всё остальное. Опять же, почитайте, пожалуйста, историю, как... Не историю, а традиции разных народов мира, как у них принято отмечать Новый год. И это тоже у всех абсолютно по-разному. Но где-то там есть такая уверенность, что вот именно вот, вот, вот оно Новый год, и мы сейчас его отметим и загадаем желание. Я это вам к чему объясняю? К тому, что откуда это вообще взялось? Вы задумывались? Вот вы отмечаете каждый раз, но вы даже не задумываетесь историю этого всего возникновения. Почему вы именно так отмечаете? Почему это именно ёлка? Почему это именно вот такой там стол и так далее? Какие-то традиции, мы их соблюдаем и всё. Вот в этом, кстати, есть очень много такой аналогии с психикой. Мы так часто и живём, да? У нас есть очень многие какие-то накатанные дорожки, мы даже не задумываемся, откуда это взялось. И у разных народов, опять же, по-разному, но это где-то вблизи 21-22 декабря. А почему мы съехали с 21-22 декабря? Потому что когда-то решили принять определённый календарь, который не ориентируется на небо, а ориентируется на цифры, которые мы установили. И тем самым мы ушли от чувствования ритмов Вселенной, от чувствования ритмов Солнечной системы к цифрам на календаре. Вот мысль главная, которую я вам хотела донести. А дальше там как угодно можно назвать тот праздник, который отмечают. Но раньше все праздники были привязаны именно к циклам Солнечной системы. Точка. Всё. По-другому никак. Раньше, если сеяли, там поля засеивали только по циклам Луны, да, и по циклам Солнца в том числе. Если отмечали там начало года, конец года или какие-то другие праздники, то опять же, только по циклам небесных тел. Наблюдали за этими небесными телами. И тем самым вместе с Солнечной системой, вместе с ритмами Вселенной люди существовали. Потом люди ушли от чувствования к вот такому, да, цифры, чёткость, давайте всё посчитаем, придумаем, как нам будет по-правильному и так далее. Вот. И на чём я остановилась? На том, что меня больше всего забавит, что ещё 31 декабря люди сейчас начинают покупать какую-то символику с драконом. Но это очень смешно. Особенно, когда астрологи на серьёзных щах начинают рассказывать везде, там, на телевидении, в газетах, там, не знаю, СМИ, неважно где, как задобрить дракона, что приготовить на стол, на год дракона. Реально, ребят, 31 декабря никакой год дракона не наступает. Вообще. Нету такого. Год дракона – это элемент восточного гороскопа, восточного зодиака. И китайцы как раз-таки далеко не ушли от циклов и ритмов Вселенной. И они правильно отмечают свой Новый год. Год дракона наступает в этом году 10 февраля. И знаете, как он высчитывается? Если не вдаваться в подробности, то упрощённо это второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Опять же. То есть солнцестояние является опорной точкой, от которой отсчитывают новолуние. И вот это проходит полный лунный цикл. И потом новолуние, которое следующее идёт, то есть второе после дня зимнего солнцестояния, оно считается у китайцев началом года нового по их гороскопу вот этому восточному, по зодиаку. То есть это солнечно-лунный такой цикл. И ещё по-другому, кстати, китайский Новый год называют лунным Новым годом. Но когда вы слышите, что астролог или человек, который, это скорее всего человек, который называет себя астрологом, а не астролог, говорит серьёз, что 31 декабря наденьте, не знаю, зелёное платье и красную шляпку, потому что так вы задобрите дракона, или что-либо другое здесь подставьте, наденьте, оденьте и скушайте или что-то ещё, поставьте на стол, такой человек не является астрологом, он лишь так себя называет, ну как бы, потому что, если он не понимает таких простых вещей, что он там потом вам по вашей натальной кассе на говорит, это основы основ, никакого года дракона не наступает, не надо никаких драконов задабривать, 31 декабря, теперь, если мы, да, вернёмся, это просто дата календаря, как если бы мы с вами отмечали любое другое 30-е или 31-е число месяца, что вот заканчивается 31-е, и начинается 1-е, вот заканчивается, не знаю, 28-е февраля и начинается 1-е марта, давайте это отметим, вот, куранты пробили полночь, загадаем желание, ведь февраль сменился мартом, а чём мы так не делаем, почему, то что же интересно, февраль на март сменился, ну, это же бывает только раз в год, ну да, понимаете, так и здесь, но когда мы с вами говорим про ритмы вселенной, про циклы солнечной системы, вот тогда мы отслежим, что происходит на небе, и это происходит для всех в один момент определенный, и вот как раз таки день зимнего солнцестояния, это та самая история, когда необходимо правильно подготовиться к этому циклу, вы можете жить там 30-40-50 лет, ничего не зная об этих циклах, никак к ним не готовясь, и всегда отмечая только Новый год, окей, прекрасно, но когда вы об этом узнали, вы можете попробовать использовать это во благо себе, я всегда люблю сравнивать вот эти самые циклы, знаете, вот как на волнах купаться, то есть можно просто в них плескаться там и падать, а можно оседлать эту волну, или, например, погода, можно в принципе выйти и в дождик, и без зонтика, и пробежаться, и возможно там промокнуть, возможно это будет неудобно, но все равно к чему-то прийти, а можно понимать какая сейчас погода и понимать, что раз здесь дождик, то я, например, вот тогда-то посажу что-то, чтобы оно мне полило, а вот здесь, если будет засуха, то я вот так распланирую, да, то есть согласно циклам, понимая, что происходит, и я вместе с этим звучу, я не борюсь против этого, я не иду куда-то в разнос с этим, я вместе с этим резонирую и звучу, и тем самым, если я начинаю вместе с этим звучать, естественно, я оттуда беру энергию, понимаете, то есть если я с чем-то в одном резонансе, это же очень классно быть в резонансе вместе со вселенной, солнечной системой, это просто невероятная напитка энергии, я сама продукт того, что говорю, потому что я все вот эти циклы, о которых я говорю, я непреклонно им следую, и это не забирает у меня какого-то много времени, я там не хожу как какая-то безумная затричка, я просто понимаю, когда и что я буду делать, когда я буду ставить цели, когда я буду желание загадывать, а когда я буду год планировать и так далее, и очень многие люди мне спрашивают, откуда у вас столько энергии, я даже, люди, которые со мной начинают вместе работать, они вообще не понимают, как я вот это все вообще успеваю, может, я тут что-то не договариваю, у меня где-то еще, сестра-близнец какая-то есть, что и здесь, и там, и тут, успеваю, а я вместе просто с вот этими циклами, я с ними в одном резонансе, и мне классно, и я всегда наполнена в этом плане энергии, безусловно, у меня тоже бывают какие-то спады энергии и так далее, как и вселенная, и погода, и в целом циклы, они не всегда про подъем, но я с ними в одном просто ритме, танцую этот танец, и я чувствовать начинаю лучше все, что происходит вокруг, потому что я не живу против природы, и вот такие простые рекомендации, что вот сейчас зимнее солнцестояние, сделайте вот это, сейчас там такие-то дни, сделайте вот это, они, если не превращать это в нервотрепку какую-то, что я не успела сделать, то они как раз-таки вас наполняют просто невероятно, и давайте теперь мы подытожим про 31 декабря, значит ли это, что нельзя вообще 31 декабря отмечать и так далее, нет, такого я не говорила, 31 декабря, это прекрасное время соблюсти традиции, для многих это вот повод собраться вместе с семьей, приготовить какие-то блюда традиционные, это какая-то такая атмосфера мандарины, там какое-то кино, да, по телевизору, там ирония судьбы или с легким паром, или у кого что, кто-то в игры играет, или что-то подобное, но это такие некие семейные традиции, пока это не превращается вот в эту нервотрепку, что все успеть до конца года, и скорее-скорее за одним столом там собраться, и потом еще какие-то ожидания от этого 31 декабря иметь, что надо как-то невероятно его встретить, нет, отнеситесь к этому дню, как к дню, когда вы соблюдаете просто какие-то традиции, и это дань, уважение традициям, прекрасно, по поводу загадывания желаний, вот эти все ритуалы, которые придумываются, они, ну, они могут быть поддержаны, безусловно, вот этой вот энергией, что очень много людей в этот момент реально там какую-то бумажку, не знаю, сжигают и выпивают ее в бокале шампанского или еще что-то, но когда речь идет о желаниях, желание, это все-таки изъявление моего намерения, это моя, опять же, солнечная часть, и если я это делаю под алкогольным опьянением, то это уже не совсем здоровая история, то есть я вообще против того, чтобы под алкоголем заниматься своими желаниями, и вот отсюда рождаются все вот эти присказки, бойся своих желаний и тому подобное, почему? Да потому что желание правильно тоже нужно загадывать, нужно понимать, какие из них истины, какие неистины, какие экологичные для вас и окружения, а какие нет, где вы действительно желание манифестируете, а где вы какой-то, я не знаю, клятву, зарок даете и на кого-то даже, как бы так скажем, накладываете ответственность, когда человек этого не хотел и не просил, когда вы там загадываете за других и тому подобное, когда вы пытаетесь вмешаться в чужую свободу воли, то есть здесь тоже можно много чего лишнего наделать, если не понимать и тем более под вот этими низкими вибрациями, любой алкоголь он занижает вибрации, более того, любая еда, она тоже влияет на вибрации, а что мы обычно едим? Я не против смысла алкоголя или там, не знаю, какой-нибудь колбасы всегда об этом говорю, когда про Новый год веду, эфиры, в плане того, что это не значит, что я там питаюсь только какой-то чистой пищей и вообще там на сыроедении каком-то или подобной, да нет, конечно, но если мы собираемся делать что-то, соединять себя с чем-то духовным, да, манифестировать желание, высказывать свои намерения, то хорошо бы, чтобы чистота, на которой мы звучим, была почище, но представим себе новогоднюю ночь, люди как это делают, люди под алкоголем, чистота уже понижена, то есть да ради бога выпейте алкоголь там, я не против, но из-за этого состояния надо желание загадывать, люди наелись уже какой-то вот этой синтетической пищи, там колбаса, майонез, вот это вот у большинства из нас будет на столе, да, нечто подобное, и еще они в некой такой тревоге, потому что они весь день там эти салаты резали, там на кого-то психовали и так далее, но не очень такое, да, время, поэтому лучше будет, если вы все-таки опять же на день зимнего состояния поработайте с тем, о чем я сейчас вам расскажу, о чем я сейчас вам расскажу, потому что на день зимнего солнцестояния можно и нужно работать только не совсем с желаниями, а с целями, цели отличаются от желаний своей формулировкой в большей степени, и я напомню, что у нас солнце переходит под управление Сатурна 22 декабря, и это самый лучший день работать со своими целями, это просто невероятный день, когда мы действительно можем манифестировать свои цели, когда мы можем правильно их прописать, когда мы можем сделать правильные действия, когда мы действительно можем заложить, запустить этот год, заложить вот этот фундамент, на котором потом как раз-таки будет раскрываться, и вот знаете, как я говорю, солнечный цикл, то есть дальше после 22 декабря начинает расти свет, когда наша цель начинает обретать, то есть мы начинаем видеть, как нам Вселенная дает возможности к ее исполнению, и здесь есть свои нюансы, то есть это не просто про то, чтобы там как-то красиво загадать желание или сделать карту желания, кстати, карту желания хорошо делать сразу себе запишите после 10 февраля, вот начиная с 10 февраля, там вот эти первые две недели, довольно неплохо, даже первая неделя самое лучшее время, тот самый год дракона, вот тогда, пожалуйста, задабривайте дракона, делайте карту желания, загадывайте желания, но давайте про это я отдельный эфир проведу со своими рекомендациями, если там все у меня получится, потому что у меня там как раз таки сроки будут рожать, далее, далее, давайте все по порядку, про день зимнего солнца, я сейчас отключу немножко комментарии, сейчас, а то я немножко сбиваюсь, а потом на них поотвечаю, а то я вижу вопросы, хочу ответить, но у меня есть план, который я себе наметила, чтобы не забыть вам ничего сказать, про день зимнего солнцестояния, я сказала о том, что уже многие тысячи лет его люди черствуют, встречают, ну отмечают, мне не очень нравится слово, потому что отмечают, у нас это как будто бы надо где-то бухнуть обязательно, и очень многие постройки, очень многие пирамиды, очень многие какие-то древние, да, непонятные какие-то постройки, они построены так, которые до сих пор не могут расшифровать, что именно когда точки солнцестояния и равноденствий, как-то падает тень по-особенному, и появляется что-то, чего не видно в другие дни, то есть такого очень много, я еще подготовлю истории с вами, об этом все покажу, люди действительно многие-многие тысячи лет знали, что в этом дне есть нечто особенное, как и к любому дню, важному и особенному, нам важно к нему готовиться, потому что если мы собираемся работать с целью, необходимо зачистить пространство, это такая вот, знаете, уже матчасть, ее должны все знать, когда мы хотим, чтобы что-то заложить новое, мы должны подготовить для этого место, это как если посадить семечко, мы не можем его посадить в асфальт, или в какую-то сухую землю, мы должны подготовить почву для того, чтобы посадить семечко, и семечко взошло, я об этом уже писала, вот у нас до 13 декабря было классное время, там еще и луна убывала, и можно было и луну убывающую, и вот этот цикл солнца использовать вместе, кто не успел, ничего страшного, сейчас у нас солнышко в любом случае подходит к этой точке солнцестояния, и до 22 декабря вы еще успеваете произвести вот эту самую подготовку, и подготовка заключается как в физическом очищении, так и в ментальном очищении, то есть когда мы избавляемся от чего-то, от какого-то груза, который мы носим, когда мы очищаем пространство не только в привычных нам местах, и не просто делаем энергетическую уборку, обо всем писала в профиле, но и залазим в какие-то места, где мы давно чего-то не выкидывали, не убирали, порядок не наводили, систематизируем, что-то лишнее убираем, и так далее, то есть не обязательно даже выкидывать, ради бога, что-то можно отдать, что-то действительно можно выкинуть, мне говорят, вот вы сжигаете, вещи чего не отдаёте, аж кому нужны мои старые трусы, носки, колготы, ну они вряд ли кому-то нужны, я поэтому их сжигаю, да, или какая-то моя домашняя одежда, или что-то вот такое, ну, что ты действительно никому не отдашь, понятно, что какие-то ценные вещи я чаще всего как раз-таки отдаю, пожалуйста, ты постирал, ты очистил их водой и отдал, всё прекрасно, мы как физически очищаемся, так и ментально, то есть можно делать практики на отпущение обид, на отпущение страхов, на перепрошивку некоторых наших убеждений, которые тоже мы не хотим брать в следующий год, то есть прощаться с этим, но с благодарностью, очень часто люди прощаются с таким, фу, всё, это я не хочу, это уберись, это выкинись, нет, всё это является частью вас, даже если это плохие качества характера, если это обиды, если это ещё что-то, страхи какие-то, старые какие-то вещи, возможно, неприятные, неважно, это физическое или ментальное, это часть вас, если вы от этого будете избавляться с негативом, с какой-то неприязнью, что фу, наконец-то я от этого избавлюсь, вот так же вы с работы уходите, неблагодарные тому, что было, даже если это, пускай это была плохая работа, ребят, но она вам дала какой-то опыт, вот пока вы этого не поймёте, вы не интегрируете потом эти уроки в жизнь, и вы снова будете повторять этот урок, будет другая работа, она на первый взгляд будет классная, но так как вы не были за тот опыт благодарны, эта работа тоже превратится в неклассную, потому что там вы не поняли урока, так вы уходите из отношений, и вы думаете, ой, там был козёл, ублюдок, говно вообще, и какая-то может быть благодарность, фу-фу-фу, ради бога, что избавилась, да, нет, необходимо быть благодарным любому опыту, который был у вас в жизни, вот пока вы не чувствуете благодарность за то, что это было, да, вы от этого ушли, вы от этого, возможно, избавились, этого больше нет в вашей жизни, и я этому благодарна, да, например, но когда это свысока, типа, фу, и слава богу, это не то состояние, когда это искренняя благодарность сердца, что я понимаю, для чего мне это было, я понимаю, какие уроки я там могла или мог взять, вот тогда урок действительно пройден, когда это искренне от сердца, и тогда нету у пространства какого-то надобности вам повторять этот урок, поэтому вот это тоже такое, себе возьмите мысль, когда будете обдумывать и такую ревизию делать того, что у вас уже прошло в этом 23 году, неважно, какие это были события, они в любом случае делали вас тем, кем вы являетесь, и в каждом событии можно взять опыта, можно взять какашку какую-то, то есть, если это была плохая работа, плохие отношения, страшное жизненное событие, трагедия какая-то, смерть чья-то, болезнь, мы могли оттуда взять вот этот самый негатив из этого события, и теперь, да, инстаграм говорит, бери позитив, и теперь нести это с собой, вот это вот, как будто бы немножко помазали себя таким, да, грязью такой, каким-то говарина, у меня прервался эфир, слетел, хорошо, мы с вами закончили на том, что к дню зимнего состояния необходимо обязательно прийти подготовленным, есть ли здесь вопросы на этапе подготовки, мы готовимся к этому дню, а дальше, что мы делаем с вами 22 числа, я еще обязательно продублирую вам это в посте, напоминалочку, но первое и самое важное, мы помним, что это праздник солнца, и соответственно, в этот день хорошо бы это солнце увидеть, да, бывает у кого-то метель в этот день, пасмурно там или еще что-то, и солнца не видно, но поверьте, даже когда его не видно, оно есть, оно же никуда не делать, и поэтому просто поприветствовать солнце, как помните, дюймовочка, да, там, по-моему, солнышко приветствовало, просто встать утром, посмотреть на светлое небо, ну, кто-то встает еще, когда темно, тем более у нас там будет более такая темная ночь, так скажем, но как только начнет у вас в вашем городе небо просветляться, когда начнет оно становиться светлым, посмотрите на него, проговорите какие-то позитивные аффирмации, не надо сразу загадывать желания какие-то, нет, это день не про желания, это энергия Сатурна, проговорите что-то приятное, что-то, что раскроет ваше сердце, я еще поделюсь, конечно, своими, своими аффирмациями, что я буду в этот день говорить, а далее в этот день, 22-го, 23-го или 24-го числа, вот эти три градуса первых солнца проходит, вот эти три дня, они самые сильные, в них прописывать цели, но прикол какой с целью, очень многие из вас имеют либо неконкретные цели, то есть неправильно проставленные, вообще не по-сатурнянски, либо неистинные, то есть когда вы в деньги, например, вкладываете какую-то свою автономию, и желание убежать, то есть по сути дела вам не деньги нужны, а оберег от близости, например, ну то есть вот вы сейчас с мужем, там с мамой общаетесь, только потому что, блин, вы без них, пока вот там с маленьким ребенком, например, не сможете никак себя обеспечить, и приходится как-то с ними эти отношения строить, но дай вам денег, вы скажете мужу, я с тобой развожусь, маме скажете, слушай, ты мне со своим скверным характером достала, мне больше твоя помощь не нужна, поэтому давай отдыхай, с ребенком мне сидеть не надо, я вот сейчас няню найму, я теперь богачка, ну я так прям специально утрирую, но вы понимаете, да, о чем речь, и соответственно, это ваш такой вот сейчас отсутствие денег, на самом деле для вас это оберег от того, что у вас вообще в принципе есть отношения, потому что таким образом, если они у вас будут, то вы как бы, это не истинная цель, ваша истинная цель, если разобраться, это как раз таки научиться строить отношения, вы сейчас их не можете строить, они у вас какие-то нездоровые, и вам кажется, что это просто денег нет у вас, но если они у вас будут, то вы вообще лишитесь отношений, и из чего вы взяли, что с деньгами у вас будут какие-то другие люди, другие отношения, нет, если вы на этом уровне, с этими людьми, сейчас чего-то не понимаете и не можете, на следующем все эти проблемы только увеличатся, кто-то вкладывает безопасность в деньги, да, и очень-очень-очень много каких-то смыслов, вообще не тех, которые там имеются в виду, то есть не истинные цели, кто-то хочет, чтобы у него была определенная машина там, или определенный заработок для того, чтобы впечатлить кого-то, то есть для него эта цель, это способ компенсации своей низкой самооценки, и такого очень много, когда вы ставите цель вообще не про себя, а про других, чтобы кому-то было хорошо, кого-то вылечить, кого-то спасти, кого-то устроить на работу, кого-то вдохновить, то есть забирая у себя энергию и впихивая ее в того человека, который этого не просил, у него свой путь, своя карма, свои уроки, и вы туда лезете, да, зимнее состояние, давайте я прикреплю, соответственно, очень важно, невероятно важно разобраться со своими целями, и на самом деле это тема ни одного эфира, вот эта истинность целей, правильная их постановка, и я в этом году, у меня есть время, у меня есть энергия и есть ресурс провести целый практику про это, я хотела дать сначала именно энергетическую практику, как я давала на летнее состояние, как я давала практику по деньгам, но здесь будет практика такая большая, по перепрошивке бессознательных программ, когда мы действительно пойдем вот в эти все символы этого дня, когда мы пойдем в символы, которые как раз-таки созвучны планете Сатурн, и начнем перепросматривать свою жизнь, и в этой практике, если вы хорошо поработаете и погрузитесь вместе со мной под мой голос, а она будет только длительная практика, ну там не надо прям с закрытыми глазами, мы там будем и писать, и останавливаться, и паузы делать, это невероятно крутая практика, в которой я первый раз осознала свое истинное предназначение, и в которое я впервые осознала, что все, что я делаю сейчас, тогда, когда я ее делала, эту практику, я делаю уже на пути к предназначению. Именно тогда, благодаря этой практике, у меня снялась пелена о том, вот этот миф, знаете, в голове, который сидит, это иллюзия, когда тебе кажется, что предназначение, либо ты вот это делаешь, либо не делаешь, а до меня вот действительно до сердца дошло, что вот все, что я делаю, это реально каждый кирпичик меня приближает туда, куда я иду, и дальше там еще пути откроются. И я наконец-таки присвоила себе то, что у меня всегда было, но я этого не замечала, так та рыбка в океане, да, которая ищет океан, ей говорят, так ты уже в океане, она говорит, блин, какой океан-то вода, это вода простая, океан нет, где, скажите, куда приплыть, чтобы был океан. Так и многие из вас, и я такой была, когда я искала предназначение, вроде бы все видно, все понятно, но нет, ну где же оно, почему что-то у меня не получается. И вот как раз-таки вот те образы, которые я вам буду давать в практике, то направление вот именно вашего бессознательного, мы там не просто цели проработаем, мы там действительно увидим, смоделируем то, как это нас потом в дальнейшем будет вести к нашему предназначению. Очень крутая практика, но практика – это не медитация, это не так, что села, послушала там и покайфовала. Нет, ну там, я думаю, минут 30-40 точно мы будем прям усердно работать головой. Да, ты вроде бы сидишь, но ты потом встанешь, тебе и кушать хочется, и ты устал, как будто ты вагоны разгружал. Ну вот, мы будем обязательно работать. Это с 18 по 23 декабря будет, получается, 5 дней. Мы сначала с вами поработаем над практиками по остановке целей, истинности этих целей, как проверить свою цель на истинность. Потом мы правильно ее сформулируем, потому что вот очень многие люди свои цели ставят просто даже вот словами неправильно. То есть то, что они прописывают, ну это вообще не является целью, это является чем-то неэкологичным. Мы сейчас с вами можем потренироваться, пишите свои цели. Опять же, сразу заходит речь о количестве. Не надо количество, качество. Вот то, что вот действительно является вашей целью на следующий 2024 год. Вот чтобы вы, как бы вы ее сформулировали сейчас. Хотя у меня довольно прокачанная аудитория, и большинство, я уверена, напишет правильно. Но я посмотрю, я дам обратную связь, вот такой немножко практикум уже здесь сделаем. Но там мы будем не просто их прописывать грамотно и четко, будем работать над истинностью. И если мы увидим, что в практике, что вот цель моя с деньгами, она не про то, что мне реально нужны деньги, а про то, что я в эти деньги вкладываю свою самооценку, что мне кажется, что без денег я не ценна. Что вот только зарабатывая, например, 300-500 тысяч рублей в месяц, я буду ценна, и тогда меня будет слушать муж, тогда меня буду там уважать, тогда я смогу завести блог, мне будет не стыдно, потому что тогда я смогу купить себе сумочку какую-нибудь дорогую или одежду нормальную. А вот сейчас я не ценна. Вот когда мы до этого доходим в практике, да, по работе с целью, с истинностью, целями, то мы можем оставить цель с заработком. Ну, прекрасно, заработок, я всегда себе ставлю цели на заработок. Но еще дополнительно поставить цель по части самооценки. Или, например, мы поймем, что это нам вообще не нужно, и нужно ставить совершенно другую цель. А еще, когда мы ставим цели, мы сталкиваемся с тем, что вы можете ставить цель. Вот вам нужна квартира, она вам, я всегда привожу этот пример, потому что это прям был мой пример однозначно. Кто со мной, давно вы слышали эту историю. А мне нужна была квартира. Реально. Я всю жизнь жила в малосемейке. До 9-10 лет, не помню точно уже, у нас даже не было места, где помыться. Мы ходили в общий душ, если что. У нас не было своей кухни никогда нормально. Там был какой-то закуток, в котором мы поставили эту плитку, двухкомфорку. И это была такая боль, когда приходила к подружкам, у которых квартира нормальная, и всегда им завидовала, что, блин, как классно, у нее там своя комната. Хотя у меня тоже была какая-то своя комната, но это все было не так. И я с самого детства, вот у меня была вот эта вот идея, мне нужна квартира, мне нужна квартира. Я только вот на квартиру и зарабатывала всю жизнь. И когда у меня даже уже появились деньги, когда у меня уже появились возможности, и мы с мужем уже тогда поженились, все у нас там, мы уже и путешествовали, но квартира у нас все никак не появлялась. Там было тысяча причин, то мы какую-то программу ждем, то еще там какие-то моменты, то сейчас как-то, то не те квартиры попадаются. И все. И вот я, естественно, понимаю, я цель ставлю. Это истинная моя цель. Мне реально нужна эта квартира. И ему нужна была квартира. Но не получается. И вот как раз-таки там преградой были мои страхи и убеждения. Потому что там я на весы ставила наши отношения. Мне когда... Потому что там-то мы уже вместе к этой квартире шли. И мне казалось, что сейчас мы там не определимся, потому что у него такие вкусы у меня такие. Мы разные. И очень я недавно про это рассказывала. Вот мы поругаемся там сильно на этапе ремонта. Вот мы то, вот мы все. То есть я там столько себе в бессознательном носила. Я не думала об этом. Я просто хотела квартиру. Но в бессознательном у меня сидело просто десятки страхов и убеждений, почему лучше, пока ее нет, этой квартиры. Представляете? И когда я проработала эти страхи, просто реально чудом появилась квартира, которая подходила под все его критерии, под все мои критерии. И еще под критерии цены, которая у нас оказалась на руках на тот момент. Причем там так интересно оказалось, что мы планировали бюджет в два раза меньше, чем стоила эта квартира. Но когда нам подвернулась эта квартира, у нас прямо на руках оказались эти деньги. Там реально просто волшебным образом по-другому не объяснишь. Стоило просто вот это вот, знаете, как пробка. Пум! Потому что в голове сидели эти страхи, но они сидели на уровне бессознательного. Они не осознавались сознательной частью. И поэтому очень важно со своими целями в том числе работать со страхами. Вот. И мы, получается, на этом практикуме, который я буду проводить, он будет проходить в Телеграме. Там будет очень удобно. Я поняла, что это очень удобный формат для всех. Будет канал. Я туда буду записывать подкасты. И там по дням расписана программа. Я сейчас так прямо ее, кстати, наизусть не помню. Как мы... Вот. 18-го числа мы будем работать с истинностью целей. Я дам три конкретных практики на проработку истинности своей цели. 19-го числа мы сформулируем цель. Мы правильно запишем цели уже перед практикой. То есть мы потренируемся, уже для себя запишем. Поработали с истинностью, записали. А 20-го у нас будет выходной, да, чтобы все успели все это проделать. 21-го числа я запишу видеоурок и отправлю его на этот канал по работе с метафорическими картами. 21-го число, оно уже будет близко к 22-ому. Уже энергия дня, сенсостояния, она близка. И я со своими картами дам практику, где мы будем лестницу целей делать, прорабатывать цель. Потому что, когда мы работаем через метафорические карты, мы тоже работаем с бессознательным. И мы там, на этой практике, с вами проработаем страхи, все вот эти убеждения, все-все-все, кто пойдет на практику. И получается, мы сначала проверили их на истинность, потом мы записали, сформулировали. Теперь мы проработали, очистили их от страхов, от убеждений. И все, у нас вот такой алмаз вычищенный. И 22-го числа, в день зимнего состояния, в 6 утра, в 6.30, я запишу, именно в это время я запишу эту практику. Вот я прям настроюсь очень сильно с этой энергией. И дам вам именно практику 22-го числа, которую вы сможете сделать 22-го, 23-го, либо 24-го. И погрузиться вот в это во все, о чем я говорю, что мне в свое время перепрошило мозги. Там не только про цели будет, там в большей степени не сколько про цели, сколько про осознание своего предназначения. И что все твои цели, они ведут тебя к этому предназначению. Это очень круто перепрошивает. Я эту практику реально вот называю запуск года. И 23-го числа еще дополнительно шлифанем все, поговорим про Сатурн. То есть здесь не надо быть астрологом, я просто расскажу про энергию планеты Сатурн. Я расскажу про практики, которые мы можем делать в том числе, чтобы, не то чтобы задобрить эту планету, но как минимум на свою сторону поставить ее энергию. И это и разного рода действия, дисциплина, аскезы, и как это встраивать в свою жизнь можно. И я дам некоторые такие рекомендации про проработки, да, если так совсем попсово говорить. Но я это дам просто и понятно. Это будет такой дополнительный инструмент по достижению своих целей. И я этот практику не делаю за донат, потому что там все-таки довольно много информации. И здесь, чтобы дойти до конца, да, нужно иметь такое прям намерение. И я там поставила цену, опять же, из таких своих сакральных цифр. И я поставила определенное количество людей, которые я возьму, опять же, исходя из определенных цифр и определенных ощущений, которые мне в этот раз пришли. Но смешная цена, 3,690, правда, что тут, как говорится, кто хочет именно со мной этот день встретить, в моем поле, в моей энергии, welcome, ссылка будет по ссылке в описании моего профиля. Это должно быть сейчас уже. И я думаю, что если вы захотите, вы найдете. Но давайте так сделаем, что если прям у вас не работает эта ссылка или еще что-то, пишите мне в директ запуск года. Я вам вышлю ссылку на этот практикум. Мы уже через три дня стартуем. То есть не будет никакого повтор, не будет ни в какой записи это продаваться, потому что это прямо именно под энергию дня солнцестояния. Теперь давайте я посмотрю то, что вы написали, и поотвечаю на ваши вопросы. И хочется, да, я хотела еще обязательно сказать про цель, что если у нас нету цели, вот мы живем, ну загадываю я желание, ну быть здоровой, ну чтобы деньги были, еще что-то, какие цели, ну вот, наверное, нет. Если нет конкретной, измеримой, понятной цели, то вы обслуживаете чужую цель. Вы не можете жить без цели. Вы в любом случае чью-то цель обслуживаете. Если не свою, то чужую. Вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова. Человек не живет никогда без цели, у него всегда есть какая-то цель. Но когда он свою не чувствует, не видит и не ставит, он плывет по течению того, кто его, собственно, туда подтолкнул. Это может быть цель вашего работодателя. Это может быть цель государства. И вы как гражданин там что-то выполняете, не задумываясь. Это может быть цель ваших родных. И вы их жизнь живете. Это чья-то будет цель, но не ваша. И вы в любом случае будете ее обслуживать. И следующий момент, моя любимая цитата про цель. Это про корабль. Корабль, который не понимает, куда он плывет, не знает, в какой пристани он плывет. То есть нет цели. Вот он плывет по морю и не знает, какая пристань. На карту. Ну куда нам? Ну можно в Африку. Можно в Америку. Можно еще куда-нибудь. Не важно, куда. Получается, вот плывет такой корабль, и любой ветер, который есть, вот дует. Восточный ветер, а вот южный. А мы не понимаем, какой попутный. И мы не понимаем, это нам сейчас на руку или нет. Это хорошо сейчас или нехорошо для нас? Вот здесь необходимо поднять паруса или опустить. Когда у нас нет цели, то, что происходит в нашей жизни, мы не можем оценить с этой точки зрения, мы не можем понять, это нас сейчас куда-то подталкивает, это нам помогает наш ангел-хранитель, Бог, Вселенная, как хотите называть, какая-то сила. Ветер тот самый попутный или он не попутный. Я же не знаю, куда я иду. И поэтому вот эта постановка цели – это невероятно важный этап вообще в жизни любого человека. Так, да. Спасибо большое за доверие. Очень многие пишут, что записались, даже не послушав, что о чем, просто записались сразу, как только увидели. Сегодня рассылка, я знаю, что была на почту. Переезд в другую квартиру, создать в своем пространстве оазис любви, комфорта и уюта. Вот здесь очень, опять же, важно, когда вы ставите такую цель. И переезд в другую квартиру может вообще реализоваться абсолютно по-разному. Насколько вам важно, чтобы это была ваша квартира? Насколько вам важно, чтобы она была, чтобы только вы там жили? Потому что это может быть чья-то другая квартира, вы туда вынуждены. У меня была в практике история, когда девушка переехала в другую квартиру, потому что ее родственница заболела, и никому больше не получилось за ней ухаживать. Квартира хорошая, там у нее была своя комната, но ей было не очень это комфортно, понимаете? Это может так реализоваться. То есть здесь очень важно, опять же, в постановке любой цели очень важна конкретика. Очень многие люди боятся этой конкретикой спугнуть, а если я там ограничу возможности Вселенной? И на это тоже есть свои определенные, так скажем, нюансы. Вы же не обязаны цель поставить, как будто все, поклялись, что теперь будет только так. Цель можно корректировать в течение года, дополнять ее каким-то образом. Открываются какие-то новые двери, вы видите новые возможности, да, и, естественно, корректируете эти цели. То есть здесь просто нужно с большим доверием тоже в это приходить. Но когда мы ее ставим, мы должны правильно прям сформулировать. Кто не может найти ссылку, напомню, что она у меня по ссылке в описании профиля, но если вы прям совсем-совсем не можете найти, можно мне в директ написать слова «Запуск года». Угу, угу, супер. Сейчас я посмотрю, что вы еще пишете. Как правильно загадывать желание, чтобы избавиться от панических веток, понимаю, атак, которые уже три года? Вот тоже, смотрите, мы никогда не загадываем желание и не ставим цели на избавление от чего-то. Когда вы от чего-то избавляетесь, вы это место чем-то занимаете. Мы не можем от чего-то избавиться, не заняв это чем-то. И поэтому ставьте сразу цель на пополнение. Ну, то есть не надо ставить цель выплатить все кредиты. Ставьте цель заработок, который как раз-таки вам поможет выплатить эти все кредиты. Не ставьте цель вылечить болезнь, избавиться от панических атак, избавиться там еще от чего-то. Ставьте цель именно здорового тела, здоровой психики. Как вы себе это представляете? Очень многие люди, вообще тема здоровья, ой, такая тема. Очень многие люди не понимают, как-то быть здоровым. Понимают, как быть не больным, а как быть здоровым. Это как, какой я тогда, что я ем, где я, какая у меня активность, как я себя чувствую. Даже вот сейчас спроси каждого из вас, вот вы смотрите этот эфир, что вы чувствуете в теле. Чаще всего вы почувствуете что-то, что дискомфортно. У кого-то затекло что-то где-то, у кого-то чешется. Но так почувствовать, например, что а в груди у меня сейчас тепло и хорошо, а в животе расслаблено, а в ногах вот так вот, не знаю, комфортно, мягенько. Это вряд ли. Мы чувствуем скорее дискомфорт, и мы привыкли на нем фокусироваться. И это тоже большая такая проблема, потому что мы в итоге, что поливаешь, то и растет, куда смотришь, туда и едешь. Знаете, я когда училась на велосипеде кататься, моя самая главная проблема была, что я, получается, еду, смотрю на яму, чтобы ее обрулить, и в нее попадаю. И всем это знакомо. Я, кстати, на велосипеде научилась кататься не так давно, лет получается 5 назад, 4-5 лет назад. И про лыжников еще говорят, что вот они также, они смотрят не на дерево, а наоборот, как объехать его. А когда ты будешь смотреть на это дерево, на эту яму, то ты в нее и попадешь. И когда вы загадываете желание или ставите цель избавиться от панических атак, вы выглядите так же, как я, который на велосипеде едет в яму и смотрит на эту яму, а не на то место, через которое она будет ее обруливать. Просто задумайтесь над этой мыслью и переформулируйте свое желание и свою цель. Но я опять же напомню, что все-таки 22 декабря лучше цель ставить, а не желание загадывать. Вот тоже про отношения. Отношения полной любви, счастья с партнером, с которым будет полный мэш интеллектуальный, эмоциональный, сексуальный. Тема отношений, она тоже такая, как бы вам сказать, она неизмерима с одной стороны, потому что мы не можем измерить, что там конкретно за отношения, что там конкретно за человек и так далее. Но мы действительно можем прописать для себя какие-то, так скажем, критерии, по которым мы будем чувствовать счастье. Но большой вопрос. Вот, например, сегодня вы проснулись с этим человеком, вы чувствуете счастье, завтра вы с ним поругались. Полный мэш интеллектуальный. Да, завтра у вас какая-то точка зрения не сошлась, но до этого сто раз сходилось. Значит ли это, что не та цель? То есть здесь, опять же, скорее правильнее ставить цель, что я про себя, что я умею и могу справляться со своими эмоциями. Я умею принимать людей, понимая, что они разные. Потому что часто вы ищете себе человека, который будет как вы. Вы себя не принимаете, вы других людей не принимаете. И большинство проблем в отношениях, они, собственно, из-за этого. Потому что мы не можем посмотреть на человека глазами любви сами. Мы хотим, чтобы он на нас глазами любви посмотрел и принял нас. Но сами мы не готовы на него так смотреть. Ну, мы хотим, чтобы всегда было понимание. И все, если вдруг что-то не то, у нас эмоции, мы скатываемся в детское какое-то поведение. И вот это вот все кубарем несется. Сейчас еще несколько целей посмотрю. Прийти к состоянию гармонии, спокойствия и ясности. Вот опять же, прийти к состоянию. Как вы поймете, что вы пришли и все? Вот есть вот такие моменты, где мы не останавливаемся. Где невозможно раз прийти и все. И поэтому я бы рекомендовала здесь ставить цель, когда она не так неизмерима. Потому что в силу своей природы каких-то ощущений или еще чего-то, что это не деньги, не квартира, не машина. А именно про состояние. Здесь ставить именно ее процессом. Что я вот с этим справляюсь легко. Я вот с этим справляюсь мудро. Да? Я осознаю свои эмоции. Я умею понимать свои эмоции, эмоции других людей. И это ведь такой навык, который с нами на всю жизнь. Это не раз я пришла к этому и все. Вот хочу себе реализовать вообще не цель абсолютно. В чем реализовать, как реализовать. Что в вашем понимании реализовать? Ну вот как это? Ну вот сегодня ты себя реализовываешь, через неделю тебя сократили. Реализовать себя может быть не в найме, а в бизнесе. Но сегодня у тебя есть бизнес, завтра что-то произошло, тебе пришлось его закрывать. Ты реализована или нет в этом случае? Что вот в это реализовать ты вкладываешь? Тоже полноценная реализация, это вообще не цель. На самом деле то, как вы пишете, это не совсем прям в настоящем или в будущем времени. Здесь очень важно, чтобы сам смысл был правильно написан. Вы не на том, фокусируйтесь опять же. Это можно я намереваюсь или моя цель, здоровое, красивое тело, столько-то килограмм. То есть вроде как в настоящем времени. Может чуть-чуть, как в будущем написать. Это не столь важно. Самое главное, чтобы эта цель не звучала так, что похудеть на столько-то килограмм, сбросить столько-то килограмм. Чтобы она звучала в позитивном формате, без формулировок «не». Вот это вот куда важнее, такое моделирование будущего. Сделать ремонт в квартирах и начать их сдавать. На каждую квартиру нужно тогда отдельно, если у вас их несколько. Сделать ремонт в конкретной квартире в такой-то срок. Удачно эту квартиру сдать за такую-то сумму в месяц. Как-то они называются? Съемщики или как? К таким-то съемщикам, я не знаю, приличным, каким, я не знаю, семейным. Кому вы там хотите сдать? Со здоровым образом жизни. Не надо писать «не пьющим» или еще каким-то. Стать профессионалом в своей новой профессии. Тогда пишите конкретно, в какой профессии. Как без психолога научиться контролировать свои эмоции? Ну, никто не мешает вам учиться это делать с психологом. Но психолог же с вами не всегда будет за ручку. В любом случае вы к психологу раз в неделю будете ходить. И то это вроде бы частенечко. А в остальные 6 дней в неделю вы же без психолога. И вам все равно надо учиться справляться со своими эмоциями. И не то чтобы справляться даже, а понимать их. И для этого сейчас очень много литературы. В целом это натренировывается. Это навык. Ну, то как без тренера заниматься спортом? Ну, в принципе, вообще-то можно. Можно начать с тренером, чтобы он вам показал технику упражнений, технику безопасности. Расписал вам рекомендации по питанию. А дальше самому. Можно же? Можно. И так же и здесь можно. Цель от желания в первую очередь отличается тем, что цель мы ставим измеримую, конкретную. И, как правило, ограниченную во времени. То есть мы говорим, вот такой-то срок, вот так-то, так-то, вот такое-то, таком-то количестве. Желание – это всё-таки, там мы подключаем не совсем сутрунянские энергии, потому что цель – это прям сутрунянская энергия. А желание здесь больше такая детская наша часть просыпается. Желание – это в том числе удовлетворение желаний внутреннего ребёнка. Это тоже очень важно, это тоже важно делать, но в нужный для этого период. Ну, например, с ближайшего, это с 10 февраля, вот там с 10 по 17, особенно будет сильная неделя по карте желаний. Так, надо уже закругляться. Спасибо большое. В первой части эфира вы говорили про циклы и как вы с ними живёте. Можете об этом подробнее рассказать. Ну вот я сейчас вам расскажу про цикл, который я буду проживать вместе с вами, кто пойдёт на запуск года. Это цикл «Солнечный». А остальные циклы, которые есть более мелкие, например, общие циклы, я всегда о них пишу. Какие-то новолуния, полнолуния, ретроградности планет или какие-то статики другие интересные. А также у меня есть свои циклы прогностические, когда я вижу, о чём мой год конкретно, о чём вот этот месяц у меня конкретно. И я вместе с этим циклом звучу, потому что есть циклы общие для всех, да, такие, именно человеческие в плане понимания мира. А есть циклы индивидуальные. У меня, кстати, про это был как-то эфир «Индивидуальные и личные прогнозы». Индивидуальные и общие прогнозы он назывался, да, правильно. Я там объясняла, да, различия, можно жить, следуя этим циклам, но здесь очень важно баланс держать. Когда люди начинают сверяться, каждый свой шаг сверять с астрологом, тарологом, с небом, ещё с чем-то, что так, не дай бог, из состояния тревоги, это всё херня. Так не работает. Первично твоё состояние, из которого ты это делаешь. Я вам больше того скажу, вам вообще не обязательно знать астрологию, что-либо ещё, вы, если соединены с собой, вы эти циклы чувствуете. И вы с ними звучите. Как я, бывает, пишу, например, пост, вот сейчас убираемся, избавляемся. Очень многие люди пишут, блин, я как интуитивно почувствовала, меня прям попёрло убираться. Или я говорю, сейчас там хорошо бы в баню сходить, очиститься и так далее. Люди пишут мне, а я вот как раз запланировала, хотя не знала. Или, например, я календарь красоты публикую, да, а мне многие пишут, а я вот так интуитивно и записалась, хотя я ещё не видела ваш календарь. То есть очень многие интуитивно к этому идут, потому что они соединены с собой. И классно, когда ты это видишь, чувствуешь всё, сонастраиваешься. Не классно, когда ты считаешь, что ты никто, есть какие-то циклы, тебе срочно надо бежать им соответствовать, потому что, не дай бог, ты там что-то сделаешь шаг лево, шаг вправо. Это как я про энергетическую уборку недавно рассказывала. Можно её делать из состояния какой-то вот такой любви, благодарности, очищения, лёгкости. Ну, получилось где-то насыпать, соль насыпала, не получилось, господи, ну не насыпала. И ладно, значит, так надо. Но что вы делаете? Вы начинаете тревожиться. А я вот тут насыпала, а там я насыпала. Здесь мне надо мебель это двинуть, что ли, или что мне делать? То есть вот это вот состояние, оно первично. Ну и, конечно, кто со мной пойдёт на практикум запуск года, мы там всё-таки будем держать это состояние. Я всегда вам буду об этом напоминать. Я буду записывать спокойные подкасты со всеми рекомендациями. Вы просто будете эти рекомендации выполнять. То есть у нас два дня подкастов, один день видеоурок от меня с раскладом именно по моим картам. Никаких карт дополнительно покупать ничего вообще не нужно, в принципе. Я там сделаю расклад именно в этом видеоуроке, и вы там будете выбирать на каждый вопрос свою карту. Вы будете потом просписывать по ней какие-то ассоциации свои и писать свои инсайты по тем вопросам, которые я там буду задавать в этом уроке. Это практикум для самостоятельной работы. То есть здесь не будет такого, что я с каждым из вас буду обратную связь давать или общаться. Нет, здесь я вам даю информацию, а вы самостоятельную работу с этой информацией проводите. Но я максимально ее дам, насколько это от меня зависит. И мы с вами после видеоурока с мак-картами делаем практику запуск года в наушниках желательно, либо в тишине, чтобы вас никто не дергал. Такая она энергозатратная. Ну, мы как бы ее будем сидеть делать, но она энергозатратная, правда. Там прям надо будет погрузиться хорошо. Я ее буду записывать именно в сонсостояние само, в момент сонсостояния. И вам вышлю сразу после этого. И 23-го уже такая дополнительная информация по планете Сатурн, и как это еще дополнительно можно использовать в своей жизни для достижения целей. Вот так мы с вами пройдемся. Целей хоть сколько можно писать. Главное, чтобы они у вас были проработаны. Истинность, страхи, убеждения. Вот это все, чтобы вот как алмазик такой выточить. И вот тогда этот алмазик мы вкладываем в этот день солнцестояния. Работу на любимой работе. Дина, а что вы вкладываете в любимую работу? Я столько с людьми взаимодействовала в этом направлении, столько консультировала, что я знаю, что очень многие люди так устали, у них нет энергии. И они хотят любимую работу, но в это понятие вкладывают работу, где меня не дергают, не трогают, где просто я и не работаю там вовсе, а просто деньги получаю. И кто-то такое вкладывает, а кто-то хочет найти возможность реализовывать свои таланты. А когда начинаешь с человеком раскапывать, чем он сейчас занимается, и понимаешь, что он эти же таланты свои, я же как островок вижу еще и таланты человека, может уже реализовывать на той работе, что у него есть. То есть, но он это возможно.